Хей-хей, с вами Oldboy. Я спешу поделиться своими последними быстрыми впечатлениями от такого мультфильма, как Lego.fin. За Lego Movie, если говорить по-английски. Стартовал он с 22 февраля к показу о всех кинотеатрах нашей необъятной. В США он прокатился заметно раньше, с 1 февраля. Собрал очень-очень-очень позитивные отзывы, неплохую кассу. Но если говорить о рейтингах, то это порядка восьмерочек-девяточек. Если посмотрите тот же Rotten Tomatoes, Metacritic или любой другой сайт, посвященный последним медийным продуктам, то очень-очень-очень позитивно был встречен и аудиторией, и, что характерно, критиками. То есть некий такой проект, который понравился неожиданно практически всем. Соответственно, мои ожидания были не сказать, чтобы очень-очень-очень высокими, но достаточно, можно сказать, завышенными. И тем приятнее, что эти ожидания в конечном итоге полностью себя оправдали. Ну, начнем с того, что из себя представляет сеттинг этой картины. Это маленькие разноцветные кубики, которые складываются в домики, машинки и человечков. Если вы когда-нибудь держали в руках конструктора Лего, то вы имеете примерное представление, что же это такое. Здесь это обыграно очень здорово, все персонажи яркие, запоминающиеся, яркие в том числе в прямом смысле, потому что картинка здесь, конечно, очень-очень классная и на 100% использующая то, что конструктор Лего, да, может ей, как бы, подарить. Все эти яркие, запоминающиеся цветов. Если говорить о сюжете, то каких-то таких прямооткрываний здесь нету, за одним исключением, о котором я поговорю в спойлерной части. Да, теперь у нас есть спойлерная часть. Так вот, по большому счету обычный парень оказывается в центре мирового такого противостояния с плохишом, с лордом бизнесом, который пытается там пропотить весь мир определенным образом. Ну, по сути, его уничтожить. Да, да, да. Такой достаточно вроде бы типовой антагонист. И, соответственно, он оказывается в центре событий, артефакты магические, неожиданные герои, которые здесь появляются и так далее, и так далее, и так далее. То есть, основная фишка в том, что, может быть, первоначальное впечатление от именно сюжетной составляющей не такое, как бы, замысловатое, но чем дальше, как бы, мультфильм идет, тем больше слоев в нем, как вот в самом конструкторе Лего, ты начинаешь видеть. И оказывается, что в результате, как бы, картинка не настолько проста, как может показаться. Это, конечно, на самом деле достаточно здорово, что мультфильм не пытается быть совсем-совсем детским. Напомню, что сценаристы до этого работали над такими мультфильмами, как «Облачно», возможно, «Осадки в виде фрикаделек» двумя частями. И вот там как раз проблема в том, что сюжет был достаточно сильно опущен именно до уровня детской аудитории. Даже по юмору это, в принципе, было. Даже по юмору, в принципе, это довольно заметно ощущалось. Здесь такого нету. Здесь мультфильм, как будто бы на чуть более взрослую аудиторию, я думаю, понравится как детям, так понравится и подросткам, так понравится, в общем-то, и взрослым. Причем по несколько разным причинам. Если говорить о персонажах, то персонажей очень-очень много, они яркие, запоминающиеся. И в первую очередь потому, что здесь использованы многие персонажи из других вселенных, прежде всего, вселенной DC. То есть здесь есть Бэтмен, здесь есть Супермен, здесь есть, странно, зеленый фонарь. То есть очень много персонажей, которых ты, в общем-то, не совсем ожидаешь здесь увидеть. И они принимают, ну, не сказать, чтобы самые-самые активные участия в сюжете, за исключением одного. Но достаточно заметную роль все-таки они играют. Это была приятная неожиданность. Тем не менее, основные персонажи — это выдумка. Дикарка, по крайней мере, я таких не знаю, это первый, основной персонаж — это Эммет. Простой, совершенно заурядный рабочий, который оказывается, вот, собственно, в центре этого большого приключения. Сопровождает его Дикарка, имя, которое мы узнаем настоящими чуть попозже. Дикарка. И, соответственно, есть обязательный мудрый наставник, как же без него, обязательный мудрый наставник Витрувиус. Витрувиус, да. В оригинале его, кстати, озвучивает не кто-нибудь, а Морган Фримен. Там есть замечательный ролик, кстати, да, извините, как говорится, я люблю уходить в сторону, я уйду на секундочку в сторону. Есть замечательный ролик, как бы, behind the scenes, то, что, как бы, происходит за кадром в мультфильме. И там сняты не просто актеры, вот, которые там говорят, как они озвучивают этот мультсериал, а именно их персонажи, которые рассказывают о том, как они снимались в этой картине. Соответственно, там этот Витрувиус говорит, кто бы меня мог хорошо озвучить, например, Морган Фримен. Если Морган Фримен открывает телефонный справочник, даже его он может интересно прочитать, он начинает. 5, 4, 3, 7, 8, 9, 3, 6, что-то в таком духе. Естественно, в оригинале, я думаю, этот мультфильм производил еще более приятные впечатления. Там очень классная подборка актеров. Я буду, как бы, его пересматривать обязательно именно в оригинале. Никуда от этого не деться. Но то, что можно сказать по отечественной озвучке, в принципе, более-менее справились. Итак, вернемся к персонажам. Главный антагонист вышел, как ни странно, харизматичным. Харизматичным, потому что при всех своих, как говорится, достаточно шаблонных поступках, у него есть такие нотки, немножко напоминающие о фильмах Мэла Брукса, даже, наверное. Лорда Шлем, Лорд Шлем, да-да-да-да. То есть, такие демонстрации собственных маленьких внутренних комплексов, даже где-то это проскальзывает. Причем проскальзывает совсем, как бы, так. Вроде бы и наглядно, но я думаю, что когда вы будете смотреть, вы поймете, какой у него определенный комплекс есть. Есть очень классные находочки с таким персонажем, как Хороший-Плохой Коп, Хороший-Плохой-Хороший Коп, да, это не важно, как поменять местами, но это один и тот же персонаж, который одновременно и Плохой-Хороший Коп. В оригинале его озвучивает Лайм Нисон, и озвучит он его шикарно. Да, да, этот персонаж вышел очень запоминающийся, потому что все возможные штампы, связанные именно с Хорошим-Плохим Копом, здесь присутствуют. Его тяга к пинанию стульев здесь раскрыта на 100%. Можете мне поверить. Ну, это, как бы, основные персонажи. И Бэтмен, это отдельная категория Бэтмен. I'm Batman, да. Я думаю, что хотя бы ради одного Бэтмена, если вы, как бы, поклонник этого персонажа, вы обязаны посмотреть этот чертов мультфильм. Для Бронни. Для Бронни тоже найдется свой любимый персонаж. Это кисонька, Юникитти. Мне не очень понятно, как они здесь ее перевели, но здесь довольно сложно было перевести адекватно на русский, потому что Юникорн энд Китти, это сочетание двух слов, то есть единорожка-кошечка, едино... Я не знаю, как точно это перевести на русский, обозвали кисонькой-кисонькой. Ну, по сути, да, это помесь волшебной пони-единорога и кошечки. И она, она, она миленькая, потому что как ее анимировали здесь, какие мордочки она выдает, и, как говорится, как она себя ведет, это напоминает My Little Pony Friendship is Magic. Я бы не сказал, что очень-очень сильно, но сам типаж такой вот очень хэппи-позитивного персонажа немножко напоминает Pinkie Pie, честно говоря, но еще в более экстремальной форме. Тем не менее, у нее там есть свои, как бы, довольно грустные, неожиданно грустные моменты, и, в общем-то, это обыграно очень хорошо. Вот как бы основные персонажи, о которых я хотел бы поговорить. Что стоит отметить в качестве визуальной составляющей? Это самая сильная сторона мультфильма. Визуально он бесподобен. Это абсолютно уникальный опыт визуальный, которого, по большому счету, мне даже не с чем сравнить. Он так насыщен разнообразными, очень интересными деталями, естественно, для конструктора LEGO, это как раз-таки можно было ожидать, что я даже не знаю, чем сравнить. Это очень-очень хороший, высокий уровень, чего я не наблюдаю достаточно давно в анимации. То есть, в кадре практически постоянно присутствует огромное количество персонажей. Огромное количество. Каждый из этих персонажей что-нибудь делает. Может быть, идти речь между как раз там лордом бизнесом и плохим хорошим копом. На фоне два подручных там будут возиться с ликопластырем, и все это будет как бы вроде бы размыто, но ты в то же время видишь, что авторы уделили этому внимание, что они не просто так этих двух персонажей туда поместили, а там что-то происходит. Точно так же практически любая экшн-сцена. Господи, экшн-сцена здесь просто великолепная. Вот чего я точно не ожидал от LEGO фильма, это то, что здесь будет настолько шикарный экшн. И я даже не знаю, с чем его по большому счету сравнить. Может быть, со второй частью Матрицы даже где-то, да. Потому что, за исключением одного момента, здесь не так много слоу-мошена, его по большому счету практически нет. И некоторые моменты смотрятся даже слишком динамично, ты просто не успеваешь смотреть, что же там происходит. Тем не менее, быстрый, очень быстрый, очень динамичный экшн, очень насыщенный событиями, очень изобретательный. Потому что персонажи активно как раз используют то, что окружение это кубики, которые ты можешь менять местами, которые ты можешь перестраивать, которые ты можешь красиво разломать, взорвать и так далее. Здорово, очень здорово построена именно экшн-составляющая, которая активно использует тот сеттинг, который имеется блестяще. Есть всякие, окей, шутки. В плане юмора облачно две части были унылые. Давайте будем говорить откровенно. Облачно один и два, это уныние в плане тех шуток, что там есть. Этот мультфильм, он прекрасен. Те шутки, которые здесь есть, они опять же идут совершенно разного уровня. То есть есть шутки для вроде бы такой детской аудитории, и есть шутки, которые явно поймут только взрослые. Огромное количество отсылок именно к тем персонажам, которые здесь используются. Но отношения Супермена и Зелёного Фонаря раскрыты на сто процентов. Это блестяще было. Шуточка с маской Зелёного Фонаря тоже как бы... Она не очень заметна, но, по-моему, это была достаточно умышленная отсылочка. Я ещё раз говорю, что есть такое ощущение, что какие-то моменты авторы вставляли для самих себя. То есть в расчёте на тех зрителей, которые будут действительно внимательны, которые будут отслеживать это. Шутка про Микеланджело и Микеланджело. Она абсолютно убита в дубляже. Жаль. Она полностью убита. Но в оригинале, там, соответственно, Микеланджело художник и Майкл Анджело, который, собственно говоря, черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя. Там это обыграно очень классно. Потрясающая энергетика. Потрясающая энергетика у этого мультфильма. Ты садишься его смотреть и ты уносишься с ним. Потому что ты уносишься в это замечательное захватывающее приключение, которое ни на секунду практически не замирает. Здесь постоянно что-то происходит. Постоянно какие-то передвижения, события, разные миры, различные персонажи и так далее. Очень-очень насыщенная картинка. Очень насыщенно и как за счёт того, что в центре событий, так и то, что происходит на периферии. То, что вот как раз-таки выигрышным делает этот мультфильм. То, что как раз его немножко выделяет среди всех остальных мультфильмов, которые мы увидели в последнее время. Есть замечательные мультфильмы «Семейка Круз». Хороший мультфильм. Отношения отца, семейства и так далее. Но вот таких вот фоновых, именно отличных фоновых событий, когда что-то создаёт живой окружающий мир, там практически нет. Он красивый мир, но он слегка выхолощенный. Он не ощущается живым. Здесь мир именно жив. Он именно постоянно находится в определённом движении. И это так здорово наблюдать. Я очень надеюсь, что анимация, которую я здесь увидел, будет во многом взята всё-таки на вооружение. Потому что анимация здесь, она иногда дёрганная, она иногда нарочито дёрганная, она нарочито резкая. Напоминает местами, например, такую серию мультфильмов, как «Робоцып», «Робоцыплёнок». И это абсолютно в тему. Потому что ты понимаешь, что да, это движущиеся маленькие куколки, движущиеся маленькие детальки и так далее. Где-то да, где-то плавная анимация, где-то отличная мимика. Как можно анимировать абсолютно плоские лица, на которых просто вот есть чёрные точки глаз и маленькие арты. Тем не менее, авторы с этим справились. Полная, отличная передача эмоций. Кто бы мог подумать. Авторы консультировались с такими людьми, которые работают над стоп-мошен анимацией, чтобы добиться вот этого ощущения. Что ты не смотришь трёхмерный мультфильм. Потому что мультфильм полный 3D, естественно. Там, за исключением некоторых моментов, о которых я поговорю потом. 3D, но оно стилизовано именно под стоп-моушен анимацию. Под именно, как освещено всё. Какое здесь освещение, обратите внимание. Насколько, естественно, оно выглядит. То есть, местами ты реально просто попадаешь под впечатление, что смотришь, вот реально как бы движущиеся кубики. Я не знаю, надо посмотреть. Может быть, действительно, где-то сцены используются именно с анимированными фигурками. Настолько это здорово выглядит. Очень здорово. То есть, в плане визуальной составляющей я практически на 100% покорён. Удивительно, что по бюджету этот мультфильм, в общем-то, не такой уж как бы и дорогой по сравнению с тем же «Холодным сердцем», «Рапунцель» и некоторыми другими работами Диснея. Свои 60 миллионов, ну, приличная сумма, да, будем откровенны, но он отрабатывает на все 100%. Тут как бы никаких вопросов. Он выглядит просто шикарно. Он просто шикарен. Но именно за счёт стилизации, именно за счёт визуальной стилизации, вот как сочетание, да, сочетание вот этой вот шикарности и визуальной стилистики блестящей. Звуковая составляющая, я ещё раз повторюсь, на уровне. Дублирована неплохо. Единственное, Гоша Куценко, озвучивающий Бэтмена, это было довольно странно слушать. С другой стороны, ну, в общем-то, он справился с персонажем, он попал в образ. К остальным практически претензий никаких нет. Есть частично загубленные шутки в переводе, ну, куда от этого деться. Музыка понравилась, музыка местами попсовая, где надо, местами такая именно симфоническая, создающая правильное настроение. Она практически не откладывается в голове, но она очень-очень здорово работает именно на создание настроения. К счастью, ребята обошлись без песен. Никаких песен, это не Дисней. Все песни, которые есть, это песни такие, как бы, которые звучат, ну, где-то на фоне. Ну, или персонаж что-то начинает мурлыкать себе под нос, там, из-за острова на стрежень. Ну, я не знаю, чем была эта вставлена шуточка, но там просто, видимо, плохой хороший копчек что-то такое напевал, что решили не переносить в нашу версию, а слегка локализовать. Так, пардон за некоторую сбивчесть, потому что эмоции. Да, мультфильм, который вызывает очень позитивные эмоции. И почему именно я хотел бы поговорить уже в спойлерной части этого обзора, потому что спойлеров там будет много. Итак, спойлеры. У вас есть пять Mississippi, чтобы благополучно выключить это видео, поставить его на паузу или уйти в другую комнату, потому что сейчас пойдут спойлеры. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4 и Mississippi 5. Все, кончились с Mississippi. Что делает этот мультфильм действительно отличным? Это его концовка. Потому что она абсолютно неожиданна. Она абсолютно объясняет все то, что до этого происходило в мультфильме. Вот это было реально неожиданно. Потому что в концовке происходит выпадение в реальный мир. В выпадении появляются те актеры, которые, как там, озвучивает Вилл Фаррелл, озвучивает лорда бизнеса, президента бизнеса. И здесь он, как говорится, очень-очень-очень в тему появляется. И мы видим, чем была продиктована вся эта история изначально. Потому что мы понимаем, как говорится, что его сын... Ну, я не знаю, как это правильно сформулировать, не сказать, что в форме протеста. Но, видя вот этот великолепный игровой мир, эту площадку, он решает ею воспользоваться. И против чего как раз-таки выступает его отец. Это определенно действительно противление креативности, детской креативности, взрослой сдержанности и консервативности. Скажем так, вот этой вот упорядоченности нарочитой. И вот когда ты осознаешь, что же происходит сейчас на самом деле, чем объясняется история, это практически тот же самый эффект, что был у меня, например, во время просмотра фильма «Тёмный город». Когда герой проламывает стену, ту самую запретную стену, и видит, что на самом деле открытый космос за ним. Что на самом деле мир, в котором находится эта иллюзия. Здесь точно то же самое ощущение, что вот этот реальный мир, это поразительное приключение, это лишь маленькая игровая комнатка для ребёнка. И это настолько здорово, это поразительное ощущение, которое во многом даже не удалось передать в той истории, в истории игрушек. Здесь оно передано очень здорово. И то, что финальное противостояние решается именно, по большому счёту, мирным образом, по большому счёту, банальным разговором, это так неожиданно видеть. Никакого, вот тот эпик, который происходит в первой половине, там, и ближе-ближе-ближе к финалу, он заканчивается нормальным разговором по душам. Что-то подобное ты скорее ожидаешь увидеть, опять же, в тех же самых поняшах, но никак не в полнометражном мультфильме, который «я должен шокировать зрителя», кидать ему в лицо трёхмерное, там, 3D и так далее. Тем не менее, здесь это происходит очень естественным образом, и ты испытываешь определённое удовлетворение от этого, от того, что ты посмотрел не просто развлекательный мультфильм, ты посмотрел законченную историю. То, что Lego Movie — это закончена определённая история, здесь не надо ожидать никаких сиквелов и чего-нибудь подобного, хотя, хотя, может быть, они и будут, но как закончена история, она, этот мультфильм, он производит определённые, достаточно сильные впечатления, чего я как бы совершенно от него не ожидал. Я совершенно не ожидал, что он попробует затрагивать достаточно серьёзные темы, таких мотивов, как что есть творческая самореализация, что есть взросление, что мы утрачиваем по взрослев, потому что здесь всё это действительно присутствует и присутствует на хорошо грамотно поданном уровне, то есть работа сценаристов здесь как раз-таки очень и очень замечательная. Давайте я подведу как бы кратенькую черту. Обязательно посмотрите этот мультфильм, это всё, что я могу сказать по большому счёту. Да, здесь есть некие неудачно переведённые шуточки, может быть, не всем понравится очень высокий темп событий, потому что он немножко напоминает как раз то, что мы видим в My Little Pony, где темп событий очень высок. Здесь темп событий тоже постоянно что-то происходит, постоянно какие-то перемещения, постоянно какое-то движение. Не всем нравится такой стиль, а по сравнению с европейской более спокойной анимацией, конечно, это сильно, ну, как бы выделяется. Тем не менее, мне итоговый результат вот этой насыщенной картинкой, этих насыщенных событий определённо понравился. Это определённо один из лучших мультфильмов, который смотрел года за два-три, и в чём-то он даже превосходит такую замечательную работу у Диснея, как «Холодное сердце», как «Фроузен». Я бы сказал, что даже, как неожиданно, в очень многих вещах, и в том плане, даже в том числе в идейном плане. Отличная работа, отличная работа, несмотря на небольшие превисающие моменты, несмотря на некоторые мелкие недостаточки, которые можно выделить, очень-очень креативно, очень разнообразно и очень неожиданно приятный сюрприз, на который я, в общем-то, рекомендую вам сходить.